Доброе утро, дамы и господи! Господа, в эфире очередная программа «Контакт» с Александром Грантом. Ну, как вы уже, наверное, привыкли, я имею в виду тех, кто регулярно смотрит мои передачи, обожаю начинать со стихотворного эпиграфа. И в данном случае напомню вам о строке Владимира Владимировича Маяковского, о том, что если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Но в данном случае такой звездой будет газета «Нью-Йорк Таймс». Дело в том, что в субботу репортеры «Нью-Йорк Таймс» Ри Пестин и Дженнифер Медина написали, что, цитирую, «многие законодатели, демократы и чиновники их партии выражают разочарование борьбой президента Байдена за основные положения его программы, усомнившись в его способности спасти партию от ожидаемого поражения на промежуточных выборах и видят в нем якорь, от которого в 2004 году лучше отцепиться». Ну, как вы понимаете, 2004 год – это основные выборы, а вот это морское выражение «отцепиться от якоря» стало повторяться весь этот уикенд. Сейчас в Вашингтоне проходит слушание спецкомитета по 6 января, о событиях 6 января, и авторы статьи в «Таймс» назвали, возможно, последним и лучшим шансом эти слушания перед промежуточными выборами прорваться к поддающимся переубеждениям колеблющимся избирателям, которых больше волнует инфляция и цены на бензин, чем все остальное. И свою статью Эпсин и Медина назвали интересно и длинно. «Нужно ли Байдену перевыбираться в 2024 году?» – вопросительный знак – «демократы начинают шептаться, что нет». Ну, редакция «Либеральная» и «Нью-Йорк Таймс» обычно не оговаривается, а во всяком случае в заголовках. И вот эта звезда зажглась неспроста. Авторы статьи ссылаются на почти 50 чиновников-демократов и на разочарованных избирателей, которых они опросили, и которых тревожит крепнущая сила республиканцев и крайний пессимизм пути вперед с администрацией Джо Байдена. Дэвид Акселротт, бывший политнаставник президента Обамы, сказал им, что Байден не получает по заслугам за свои некоторые успехи, включая борьбу с пандемией, сплочение НАТО против России и, как выразился Акселротт, восстановление достоинства и декорума Белого дома, очевидно, имея в виду не Белый дом, а отношение к Белому дому наших леваков. Но, тем не менее, признал 67-летний Дэвид Акселротт, к концу второго срока президенту будет ближе к 90, чем к 80, и это большая проблема. Но консервативный журнал National Review отреагировал на статью в New York Times статьей своего обозревателя Филиппа Клайна, который вчера написал, что поскольку становится все очевиднее, что президент Байден слишком стар для своей работы, демократы, похоже, начинают готовиться к побегу с его корабля перед 2024 годом. Но в связи с этим напомню, что 27 мая исполнилось 99 лет Генри Кишинджеру, бывшему госсекретарю и советнику по национальной безопасности при президентах Никсоне и Форде, а миллиардеру Джорджу Соросу 91 год. И этих двух превратили в современную версию ветхозаветных пророков. Но, как отметил один российский политолог, западный мир ждет от них не обличения собственных язв, а рецепта борьбы с болезнями, которые терзают недостроенный англосаксами глобальный проект. Недостроенный англосаксами глобальный проект. Запомните это. А если не рецепта, то хотя бы точного диагноза болезни. И так как сейчас Запад болеет Россией, нужно понимать, что с этой болезнью делать и как ее остановить. На недавнем форуме в Давосе оба старца и Кишинджер и Сорос высказались о России и Китае, обозначив два основных подхода атлантической элиты. Подходы принципиально разные, хотя и есть в них одна общая черта. Вот об этой самой общей черте, об отношениях вновь созданного уже не трехугольника, а четырехугольника, это Украина, Россия, Китай и Соединенные Штаты, мы сегодня и поговорим с вполне ожидаемой для такой темы собеседником, хорошо вам известным, профессором Танканского университета в столице Тайваня, Тайпея, профессором Александром Писаревым. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Александр, как обычно, я задаю вам сразу несколько вопросов, а вы мне также отвечаете, что давайте все-таки действовать по одному, как ответил, если помните, старый опытный баран, молодому барашку, когда они увидели внизу пасущееся стадо молоденьких ярочек. Все-таки давайте действовать по одному. Вот прежде всего, то, что сейчас проблема Тайвань, материковый Китай, все чаще преподносится на большом блюде солидных политологов, государственных деятелей, я уже не говорю о журналистах, как пример для подражания, как предупреждение миру о том, что то, что творит Путин с Украиной, вполне может произойти между Пекином и Тайванем. И что на примере вот этого самого конфликта, который называется специальной военной операцией, можно делать какие-то прогнозы и какие-то выводы об отношении материкового Китая к островному Тайваню. Вот вы замечаете за последнее время такие же тревоги непосредственно на тактическом поле обсуждения, не стратегия из-за океана, а там, где вы находитесь? Александр? Да, разумеется, вот эти аналогии, они все чаще и чаще обсуждаются, ну, не только на, так сказать, глобальном уровне журналистическом, но и на нашем региональном. И многие политологи, специалисты по отношению между двумя берегами временами, а в последнее время все чаще и чаще, пытаются строить какие-то аналогии между региональной войной, которая происходит в Европе, и региональным, очевидно, конфликтам, которые могут случиться вот здесь, у нас, в Восточной Азии. Ну, в общем, аналогии, с одной стороны, уместны, а с другой стороны, мне кажется, они преждевременны. Ну, прежде всего, по одной очевидной причине. В настоящее время война ведется между двумя суверенными государствами, и одно суверенное государство неоднократно признавало суверенитет над всей территорией другого суверенного государства, то есть Украины. А вот в отношении между Китаем и Тайванем ситуация несколько иная. По той простой причине, что континентальный Китай никогда не признавал существование независимой Китайской Республики. Хотя на Тайване готовы были бы с большим удовольствием признать существование Китайской Народной Республики и строить с Китайской Народной Республикой отношения как между двумя суверенными государствами. Поэтому вот с точки зрения как бы предыстории этих отношений и нынешнего состояния этих отношений здесь есть некоторая разница. Но разница, очевидно, стирается. Если континентальный Китай вдруг в какой-то момент сочтет необходимым, возможным и даже должным решить проблему присоединения Тайваня военным путем. Есть некоторые признаки. Может быть, провокативные. Которые указывают на то, что Китай в настоящее время, ну, собственно, и не только в настоящее время, а всегда готовится к решению этого вопроса не только дипломатическими, но и военными мерами. Например, по социальным сетям не так давно было экспонировано заседание постоянного комитета Компартии Китая провинции Гуанчжоу с присутствием, разумеется, военных, поскольку партийная система в Китае подразумевает участие всех администраторов, в том числе и военных руководителей в качестве членов Порткома, то это естественным образом было заседание Порткома, посвященное военным вопросам. Ну и эта стенограмма, она выложена в интернете, ее можно посмотреть и не только послушать по-китайски, но и с английским переводом. Звучит это, в общем, я бы сказал, устрашающе. Якобы есть указания ЦК КПК, постоянного комитета о проведении такой медленной мобилизации китайской армии с целью военного захвата Тайваня. Ну вот на этом заседании Гуанчжоуского Порткома обсуждались задачи, которые стоят перед провинцией Гуанчжоу. Ну и там есть цифры, ну, например, провинция Гуанчжоу должна выставить армейский контингент в количестве 140 тысяч человек, а после этого следуют очень такие конкретные цифры, сколько там должно быть железнодорожных составов, сколько там должно быть автомобилей, сколько резервистов должно ожидать дополнительного призыва. Но я хочу сказать, что в настоящее время тайваньская армия это 130 тысяч военнослужащих. В случае начала военной операции против Тайваня, очевидно, будет задействована не только вот та военная мощь, которая сосредоточена в провинции Гуандун, но и в прочих провинциях, которые непосредственно как бы прилегают к Тайваньскому проливу. Верить в это или не верить? Мне лично кажется, что подготовка к военному решению вопроса в континентальном Китае велась, ведется и будет вестись. Александр, мы сейчас подходим к тому же, о чем мы говорили до 24 февраля. О том, что наращивание вооруженных сил в пункте А до какой-то критической массы неминуемо приведет к использованию этого самого военного потенциала, потому что после определенного уровня уже надо их или распускать и домобилизовывать, либо вводить в действие. Так оно и произошло в случае с Украиной. Ну, а в данном случае меня интересуют два документа. Во-первых, сообщила Радио Свобода, Радио Free Asia, это азиатская редакция Радио Свободы. Китайский лидер Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую невоенное использование вооруженных сил. Эти действия вызывают опасения, что Пекин готовится к вторжению на остров Тайвань под видом специальной операции, неклассифицируемой как война, то есть калька специальной военной операции России. Директива вступает в силу 15 июня, то есть завтра. Она в основном систематически регулирует основные принципы организацию и командование, виды операции, оперативную поддержку и политическую работу, а также их выполнение войсками. Она закладывает правовую основу для проведения военных операций без войны. Это первое. Второе. Это 12 июня, конференция по безопасности, диалог Шангри-Ла в Сингапуре. Там выступил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. Он заявил, что все попытки отделить Тайвань от Китая обречены на провал. Армия КНР готова к решительным действиям, направленным против таких попыток. Если кто-то осмелится попытаться отделить Тайвань от Китая, китайская армия обязательно будет сражаться против этого, невзирая на цену. Тайвань – это китайский Тайвань, и воссоединение Родины является абсолютной необходимостью. Интересно, вот эта попытка отделить Тайвань от Китая, это что значит? Ведь речь идет о том, что китайские вооруженные силы вторгнутся на Тайвань и присоединят этот остров к материку уже политически и административно. Попытка отделить Тайвань от Китая. В чем состоит эта попытка хотя бы по замыслу китайских пропагандистов? Александр, это мантра, которая произносится после 1949 года. Примерно каждый второй день, после понедельника, пропагандистами, политическим руководством Китая. И в этом нет абсолютно ничего нового. Вопрос практический. Вот если послушать вот ту запись заседания Гуандунского парткома, то создается впечатление, что действительно война может начаться в конце нынешнего месяца. И вот тот документ, который вы цитировали, кажется, подтверждает эту версию, что война начнется со дня на день. Но я должен сказать, что, скорее всего, вот этот документ в какой-то мере, ну, я думаю, моделирует вот этот вот концепт специальная военная операция. Но он относится не столько к Тайваню, сколько к ситуации в Южно-Китайском море. Этот концепт абсолютно не нужен Китаю для того, чтобы сделать легитимной военную операцию по захвату Тайваня. После 49-го года, как я сказал уже, это, ну, в общем, вполне обычное положение политики Китая в отношении Тайваня. Здесь ничего нового придумать не надо. И Китай и не будет называть это войной. Он назовет это, да, операцией по воссоединению Родины. И все. Вот. Поэтому вопрос конкретный. Это будет вот в этом месяце или в следующем месяце или не будет? И вот если вы меня спрашиваете, ну, разумеется, ничего гарантировать нельзя и ничего сверхопределенного я сказать не могу. Я только могу сказать, что, скорее всего, до 20-го съезда КПК, который должен состояться, очевидно, в конце октября, в начале ноября нынешнего года, скорее всего, ничего не будет. Почему? Если, вообще, конечно, можно предполагать, что Си Цзиньпин хотел бы сделать себе большой подарок и съезду, присоединив Тайвань к континентальному Китаю, а вдруг не получится. И вот здесь есть много вопросов и политических, и таких технических, военных. Вот как это сделать? Ну и, несмотря на то, что, конечно, Китай обладает абсолютным преимуществом и, что называется, в живой силе и в военной технике, никто не может дать гарантии, что это осуществимо. И это осуществимо в какие-то вот такие конкретные и приемлемые сроки. Вот. Поэтому мой личный прогноз заключается в том, что до конца нынешнего года мы можем спать спокойно здесь, на Тайване. Ничего не будет. По оценкам тайваньских военных, если что-то подобное произойдет, то это будет, скорее всего, не раньше 2025 года. Ну, они оценивают военную реформу в КНР, военные приготовления, ну и полагают, что, в общем, Китай будет готов пойти на что-то подобное. Примерно вот в эти, что называется, исторические сроки. Вот. Поэтому все это тревожно. Все это, конечно, наводит на размышления. Но, тем не менее, вот по моему личному мнению, в нынешнем году это вряд ли произойдет. Александр, я все-таки хотел бы услышать ваше мнение политолога вот об этих самых терминах война без войны и, главное, попытки отделить Тайвань от Китая. С 49-го года, как вы уже говорите, как мы все знаем, значит, существуют практически два государства. Это коммунистический Китай, Китайская Народная Республика, и капиталистический Тайвань, Китайская Республика. Китай не признает эту самую республику, но, тем не менее, они соседствуют и развиваются каждая по-своему. Вот что значит попытка отделить один от другого, которое будет преследоваться всеми наличными силами, от военной до невоенной. Ведь это отделение, оно уже имеет место быть. Что значит, ведь это адресовано, вот эти слова, любая попытка отделить один Китай от другого. Она, очевидно, адресована Западу, а не Тайваню самому. Вот эта попытка будет, заключает в себе, так сказать, предупреждение о недопустимости усиления военной помощи, если таковая есть, о дипломатических каких-то усилиях. Что в этом кроется? Ну, все это было сформулировано в законе, который был принят в КНР уже много лет тому назад, в 2005 году. Он так и называется, закон о раскольнической деятельности. И вот эта вот красная линия, там обозначена конкретно. Имеется в виду следующее. Если вдруг на Тайване решат, ну, правительство, которое находится в настоящий момент у власти, решит провести референдум о независимости. В результате проведения референдума большинство населения высказано за независимость. Это красная линия. Если вдруг без проведения референдума законодательные органы Тайваня примут решение о провозглашении нового государства. Ну, например, не Китайская республика, а это уже виртуальные аспекты отношений между берегами. Вот Китайскую республику в КНР готовы терпеть. Они готовы терпеть Конституцию 1947 года, которая основана на суверенитете Китайской республики. А вот если вдруг будет объявлено о создании нового государства, ну, например, Республика Тайвань или Демократическая Республика Тайвань, вот это красная линия. Если вдруг будет отменена Конституция 1900, это ужас, в это трудно поверить, 1947 года, которая основана на суверенитете Китайской республики, то есть Тайваня, над всем Китаем, это будет повод к войне. Если вдруг исполнительные власти без референдума и без согласия даже с законодательной ветвью власти, что очень сомнительно, вдруг объявят о подобных шагах, это будет война. То есть иначе говоря, если Тайвань вдруг захочет стать Тайванем, а не Китайской республикой, с которой Китайская народная республика воевала в течение 30 лет гражданской войны, это будет повод для войны против Тайваня. Запутанно, сложно, я понимаю, но вот такова виртуальная логика политики на Дальнем Востоке. Понимаете, что последнее время эти дипломатические игры по инициативе, а вернее по недомыслию нашего президента, они сводятся к тому, что оказавшись в той или иной точке земного шара, последний раз это было Токио, во время его азиатского визита, Байден в очередной раз заверил международное общественное мнение и конкретно правительство и народ Тайваня, что Соединенные Штаты по-прежнему на стороне этой республики и допустил какую-то неосторожную фразу о том, что они поддержат это желание и эту настойчивость всеми доступными средствами. В Белом Доме поспешили заверить в Госдепартаменте, что президент ни в коей мере не имел в виду любую военную помощь, военное вмешательство или поддержку какими-то активными военными силами, что он не это имел в виду, и это уже было не первый раз. И вот тут уже проследуется прямая параллель с тем, что происходит между Россией, Украиной и Североатлантическим военным блоком, которые прекрасно понимают, что Россия это конкретное зло, а Украина это конкретное добро, но ссориться с Россией окончательно не имеет стратегического смысла, поскольку Россия обладает баллистическими ядерными зарядами, и от этого может пострадать стратегический театр военных действий Европы, а еще шире весь остальной мир. Вот что-то подобное происходит по отношению к Китаю, то есть все прекрасно понимают, что с Китая, Китай лучше не трогать, вернее, этого медведя или дракона, как хотите, лучше не злить до окончательного решения, чтобы он задействовал свои вооруженные силы. Вот это параллель работает или нет? Это все-таки европейская модель. Вы сказали, что конкретная ситуация между Тайванем и материковым Китаем это совсем другое, или не совсем, но другое. Вот тут и исторические, и политические, и этнические, и какие угодно не параллели, а чуть ли не перпендикуляры. Вот европейская модель решения конфликта, как она трактовалась и трактуется политиками Старого Света и нового, я имею в виду, американского, она в вашем регионе не сработает? Я не знаю, она сработает или она не сработает, но параллель это довольно условно. Скажу вам совершенно откровенно. Заявление, вернее, разночтение между разъяснениями Госдепартамента и заявлением американского президента мы с вами обсуждаем по-моему третий раз. И именно столько раз вот эти расхождения были сформулированы. То есть журналист задает вопрос президенту. Китай нападает на Тайвань. Что Америка будет делать? Америка будет защищать, но имеется в виду используя вооруженные силы Соединенных Штатов Тайвань. Президент говорит да, это коммитмент. Что он имеет в виду, в общем не очень-то понятно. Будет ли Америка защищать используя свои вооруженные силы или будет Америка защищать Тайвань наращивая поставки вооружений? Ну, не очень понятно, но скорее всего кажется, что президент Байден говорит, что если Китай бабахнет по Тайване, то вооруженные силы Соединенных Штатов придут на помощь. После этого появляются разъяснения со стороны Госдепартамента, из которых следует, что ничего не изменилось. у нас все та же самая позиция стратегической неопределенности. И вот может быть пару раз назад во время нашей встречи вы мне задавали этот вопрос и я, наверное, как-то ответил, может не очень разумно, я сказал, ну, может президенту много лет он забыл, что насколько сложным является этот вопрос об отношениях между двумя берегами, этот вопрос об отношениях треугольники, КНР, Соединенные Штаты и Тайвань, вот, хотя он сидел 20 лет в разных комитетах по международным делам, а вот теперь мне кажется, что может быть здесь какой-то такой хитрый ход, когда есть вот такое расхождение в трактовке между президентом и его международными советниками может быть это только усиливает вот это ощущение неопределенности и вот может быть и в этом и заключается квинтэссенция происходящего. Ну, знаете, сам Байден объясняет эту квинтэссенцию порывами от чистого сердца, которые иногда переполняют обязанности президента, как он объяснял это последний раз, когда ему задавали вопрос «А что же вы в Токио говорите одно, а ваш госдепартамент говорит другое?» Он говорит «Вы понимаете, я высказывался от чистого сердца и, возможно, так сказать, ляпнул лишнего, но я говорил то, что мне подсказывают порывы чистой морали, человеколюбия, гуманизма и так далее». Ну, смотрите, ведь до сих пор, пока Америка существовала, как говорили про нее, как непотопляемый авианосец и существовала так называемая доктрина Монро, ведь что происходило во время любого обострения отношений или любого конфликта, который Соединенные Штаты считали так или иначе для себя потенциально опасным, то без объявления каких-либо обострений дипломатических в относительно широкий район возможных военных действий вводилась американская авианосная группа, будь то Шестой флот или не Шестой флот, которая в оперативной близости от данного региона начинала мирно курсировать. Авианосная группа это непосредственно сам авианосец оснащенный крылатыми ракетами, способными долететь до этого региона, сопутствующими двумя-тремя ракетными крейсерами, несколькими подводными лодками, это несколько тысяч морских пехотинцев, готовых высадиться в данном регионе, но вся эта группа немедленно появлялась в этом самом регионе, и конфликт потихонечку затихал, он никогда до сих пор не перерастал в широкомасштабные военные действия. Вот сегодня в данном случае по отношению к континентальному Китаю это тоже ведь не сработает? Разумеется, это не сработает, поэтому я возвращаюсь к своей гипотезе. Может быть, престарелый президент Байден не так уж и глуп. И вот то, что он излагает, это не просто оговорки, а может быть, это просто интенция усилить вот эту ситуацию, существующую изначально с 70-х годов между Соединенными Штатами и Китаем, которая называется стратегическая неопределенность. Китайцы смотрят на это и недоумевают. А вот Байден сказал, что да, Америка бабахнет по Китаю, а Госдеп говорит, да нет, бросьте, ничего не бабахнет. А потом Байден говорит, ну я человек искренний, я как бы действую исходя из своих нравственных убеждений. А китайцы думают, а если мы бабахнем по Тайваню, а вдруг вот эти нравственные убеждения возобладают, и он бабахнет по нас. Я бы не исключал. Вот такой вот тонкий игры. Александр, сейчас мы прервемся на рекламную паузу, но перед этим ответьте мне, ради Бога, на один короткий вопрос. Глагол бабахнет, вы заимствовали у московского Соловьева или нет? Потому что это его любимое слово. Честно говоря, Соловьева не смотрю уже лет 10. Вот, мы соавторы Соловьева, очевидно. Хотя он, конечно, не признает моего соавторства, ну и Бог с ним. Мне как-то это безразлично. Все понятно. Хорошо, друзья мои, сейчас мы прервемся на пару минут рекламной паузы, а потом продолжим нашу беседу с профессором Александром Писаревым. Оставайтесь с нами. В агентстве в Гудкер 718-635-3535-3535. Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если поднимаясь по лестнице вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. Мемориальный дом Идельчик. Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом Идельчик. 718-484-4404. ПТСР Сообщение о травматическом стрессовом расстройстве ПТСР представляет собой проблему психологического здоровья, которую некоторые люди развивают после переживания или свидетельства о травматическом событии. Такого как война, стихийное бедствие, автомобильная авария, сексуальное насилие, болезнь, жестокое обращение или эмиграция в новую страну. Во многих случаях ПТСР выявляет ряд связанных со здоровьем проблем. Таких как хроническая боль, депрессия, беспокойство, панические атаки и физическое насилие. ПТСР не о том, что с тобой случилось, а о последствиях. Пожалуйста, найдите время, чтобы обратиться за помощью. Для бесплатной конфиденциальной информации о психологическом здоровье обращение к поставщикам услуг и консультирования по вопросам кризисов в любой день и в любое время позвоните в отдел по вопросам психологического здоровья округа Лос-Анджелес по телефону 800-854-777-1. И еще раз здравствуйте, дамы и господа. Напоминаю, что вы смотрите программу «Контакт», в которой сегодня принимает участие ее постоянный ведущий Александр Грант и профессор Танканского университета на Тайване Александр Писарев, ну и сообразно месту его пребывания и его профессии как синолога. Мы говорим об отношениях между островом Тайвань, материковым Китаем, всем миром, ну и, конечно, применительно к тому, что происходит сейчас между Россией и Украиной при участии, точнее, при желательно большем участии, желании или нежелании, охоте или неохоте Североатлантического Альянса, то есть НАТО, куда входят наши Соединенные Штаты. Итак, с 22 по 26 мая на швейцарском курорте Давос прошла очередная ежегодная встреча Всемирного экономического форума, куда съехались и главы государств, и ведущие экономические деятели, судили-редили, и, конечно, тема конфликта между Россией и Украиной стала основной. И среди ораторов, как я уже сказал в начале, выступили два почтенных господина, это 99-летний, а к тому времени ему еще было 98, потому что 99 стукнуло 27 мая, это Генри Киссингер, который, если помните, был госсекретарем и советником по национальной безопасности при двух президентах, и венгерский еврей Джордж Сорос, у которого несколько паспортов, включая паспорт Соединенных Штатов, они выступили со своими рекомендациями и предупреждениями. В частности, Киссингер предложил все-таки решить эту проблему тем, что Украина должна пойти на некоторые уступки России, для того, чтобы прекратить это бессмысленное и почти что бесконечное, во всяком случае, продолжительное кровопролитие. А Сорос заявил, что война должна вестись до победного конца, пока Россия не будет, Россия Путина, не будет сломлена, если вообще не уничтожена. Так вот, мой вопрос, который я задал профессору Писареву в самом начале. И Сорос, и Киссингер, и многие другие все-таки руководствуются какими-то незыблемыми рецептами дипломатических решений, ну, я не знаю, если не очень отдаленного прошлого, то, во всяком случае, времени после Второй мировой войны, а вернее, времени холодной войны между бывшим Советским Союзом и странами-сателлитами и Западом во главе с Североатлантическим альянсом. Но смотрите, профессор, ведь и раньше мы говорили о том, что существует дипломатическая школа итальянца Маккиавелли, мы говорили о том, что существуют какие-то древние рецепты китайских дипломатов, императоров и политиков, и говорили, что вот эти самые рецепты, во всяком случае, в международных отношениях, особенно в разведке, они живы до сих пор и их очень эффективно применяют, так сказать, под сукном. Вот эти рецепты прошлого, на ваш взгляд, как политолога, они имеют право на существование и применение? Или это все забытое? Я думаю, что это все не забыто, это используется и используется зачастую очень эффективно. И вот мне кажется, что западные спецслужбы провели весьма эффективную спецоперацию на уровне спецслужб, и результатом этой спецоперации было то, что руководство России 24 февраля исходило из абсолютно неадекватной картины состояния украинского общества, украинской армии и готовности западного мира соответствующим образом реагировать на те действия, которые произошли со стороны России. Действует. И я еще раз хочу сказать, по моему скромному неубеждению, но мнению, западные спецслужбы переиграли в этой игре по ряду обстоятельств. Во многом очевидных российские спецслужбы и российское руководство. Результатом было то, что российское руководство было уверено в том, что можно начать войну 24 февраля, а 2 марта можно закончить эту войну парадом победы на Банковской улице и на Крещатике в Киеве. Не, ну, из Блицкрига ничего не получилось, это понятно, но все-таки интересно, Россия и Украина и на уровне спецслужб, казалось бы, у России есть несравнимое преимущество по сравнению, скажем, с Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов британской разведки. Александр, извините, я вас плохо слышу, можно чуть громче? Да. Чуть громче. Можно, я плохо слышу. Ну, это сейчас попытаемся. Сделайте, пожалуйста, погромче. Сейчас лучше или нет? Нет, то же самое. Едва слышу, Александр. Так, 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 сейчас. Ну, что я говорю сам с собой? Нет, 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 вот сейчас не очень отчетливо, но я слышу. Я понял ваш вопрос. Центральное разведывательное управление понимало ситуацию на Украине хуже, чем, предположим, служба внешней разведки и ФСБ России. Вопрос такой, да? Нет, я говорю о том, что вы понимаете, да, это понимают все, у кого есть частица здравого смысла. Существует Украина и Россия. страны, населенные практически одноязычными людьми. Во всяком случае, даже украинцы, которые живут на Западе, они все равно в основном свободно говорят по-русски. Многие учились в одних и тех же специальных высших учебных заведениях, вроде школы имени товарища Андропова, а сейчас работают врагами друг против друга. Ведь, казалось бы, при подготовке такой операции у российской спецслужбы есть гораздо больше возможностей и оперативных, и штабных, и кабинетных, нежели у заокеанских кураторов. Но получилось наоборот, что Россию ввели в заблуждение именно вот этими западными, далекими какими-то средствами. Вот как это объяснить? Ну, это уже объяснено на уровне экспертов, на уровне социальных сетей. Дело в том, что не только очевидно западные и прежде всего ваши спецслужбы все время нашептывали Украина готова к тому, чтобы упасть в руки России. Но и российские спецслужбы делали то же самое. Ну, это, в общем, всем известна история про ФСБ и вот это пятое управление ФСБ, там, несколько сотен офицеров, которые занимались только одним. Они вербовали, вербовали и сообщали о том, что все спецслужбы Украины и вся украинская армия ждут и не дождутся вступления российской армии на территорию Украины. А уж народ, тем более, будет встречаться с цветами. То есть это была очень интересная штука. Здесь в унисон работали российские и американские спецслужбы, но они работали по как бы разным причинам. И цели были разные. Американские спецслужбы стремились убедить руководство России, что все возможно. и Украина готова упасть в объятия России. И российские спецслужбы делали то же самое. Но цель-то была другая. Цель была убедить Путина. Александр, говоря шершавым языком плаката, ведь то, что готовил Путин и своим блицкригом, и всеми остальными действиями, оно фактически называлось государственным переворотом. То есть быстрый бросок, молниеносный бросок, победный бросок десанта в Киев, захват правительственного учреждения, Зеленского под белые руки выводят в наручниках или без наручников, и к власти приходит новое руководство. Но принцип работы, опять-таки возвращаясь к Макеавеле или к китайским предтечам Макеавеле, любого государственного переворота состоит в тонкой подготовительной работе и создании теневого правительства, создание вот нового руководства еще до объявления всяких военных действий, до десанта. Я вспоминаю, как во время афганских событий гражданин Добрак-Кармаль въехал в Кабул на советском бронетранспортере, но его готовили, и уже вот это новое правительство Афганистана, оно было готово заменить старое, которое истребили во главе с бывшим президентом. Вот в данном случае с Украиной же ничего не произошло, не было готовых людей, или они были? Ну, мы сейчас не знаем точно, кто рассматривался, но очевидно, что рассматривались разные люди, включая и вот нынешнего политзаключенного, или просто уголовно заключенного господина Медведчука в Украине, возможно, рассматривался и предпоследний, предпредпоследний президент Янукович, ну, я не знаю, насколько это было серьезно, там, господин Царев где-то тоже рассматривался в соцсетях в качестве какого-то претендента, но, Александр, я вам хочу сказать одно, это был полный провал, это был полный информационный провал, это был полный организационный провал, и главное, это был провал, который состоял в конфликте между политическими целями и военной стратегией. Накануне операции военные знали, что они должны будут делать. Вот 200 тысяч, которые российская армия сосредоточила на украинской границе, но это две трети вообще сухопутных сил России, они были предназначены для того, чтобы взять в клещи наступление по двум операционным направлениям, через Донбасскую и Луганскую республики и через направление южнее Харькова, для того, чтобы разбить 50-тысячную самую мощную подготовленную группировку украинской армии, которая блокировала Луганск и Донецк. В какой-то момент вмешалось политическое руководство. Президент Путин сказал, я не могу гарантировать так сказать правдивость и точность моих предположений, но если посмотреть на источники, то получается так. Президент Путин сказал, нет, мы берем всю Украину. И в результате российская армия была раздроблена на 9 операционных направлений, которые наступали с севера, с востока, с юга востока, с юга, с Крыма, ну и так далее. Если 200 тысяч разделить на эти 9 направлений, то это от 10 до 20 тысяч человек. Ну, то есть получается там примерно 8-9 так называемых вот этих операционных тактических группировок. В результате в нарушении всех принципов традиционной военной стратегии, вместо того, чтобы сосредоточить все силы на одном направлении, эти силы ударили такой вот ну как бы пятерней. Пальцы все были растопырены. Ну, а результат вам известен. первый период операции, ну, мы разговаривали в прошлый раз и сказали, что война проиграна. Действительно, вот эта специальная военная операция была проиграна уже 2 марта. После этого в России в течение месяца обсуждали, что сделать дальше. Я не знаю, насколько открытыми были эти дискуссии, но ясно, что политическое руководство в лице президента, который хотел все, явно не соглашалось с военными, которые понимают, что 200 тысяч это достаточно для того, чтобы разгромить 50-тысячную группировку украинских войск, которая противостоит Луганску и Донецку. Но это абсолютно недостаточно для того, чтобы захватить даже половину Украины. Здесь нужно 800 тысяч. Для того, чтобы захватить всю Украину и ее удерживать, нужен миллион. Значит, нужно возвращаться к армии советского периода. 3 миллиона человек. А российская военная доктрина 20-21 года не предполагает такой структуры вооруженных сил. Военные это понимали. Политическое руководство по очевидным причинам этого не понимало. В течение месяца велись эти переговоры. 25 марта на Первом канале неожиданно выступил генерал Рудской. Это зам командующего штаба российских войск и сказал. Это вызвало абсолютный шок. Мы не хотим Украину. Мы хотим освободить Донбасс. После этого велись переговоры. 19 апреля началась операция против Донбасса и Луганска. И казалось, что это возвращение к этой самой стратегии, которую сформулировали военные. И тогда еще это можно было сделать. Но в этот момент вмешалось опять политическое руководство, которое сказало нет. Луганский Донбасс это мало. Нам нужна восточная и южная Украина. И вот это все продолжается. То есть мой вывод. Вот то, что происходит, если мы отвлечемся от геополитических, нравственных аспектов, это означает провал по очень ясной причине. Это конфликт между политическими целями и военной стратегией. Военные предлагали осуществимые вещи. Политическое руководство предлагает вещи неосуществимые. Ну и президент Путин заявил не так давно, что его цель такова же, как и у Петра Великого. Наращивать территорию и укреплять. Александр, с удовольствием выслушал ваши сообщения. я не могу сказать, что я полностью с ним согласен, потому что у меня и нет никаких возражений. Очевидно, так оно и есть. Но если мы говорим о провалах, то я бы определил или сформулировал политику Запада по отношению к России в данном случае, как некие клещи военно-экономические. То есть, с одной стороны, всемирная поддержка Украины вооружениями, военными обучениями, специалистами, советниками и всеми, кроме непосредственно солдат в формах, которые возьмут в руки оружие на территории этой страны. И одновременно вот этими пакетами санкций, которые вынудят Россию зачахнуть экономически и одновременно потерпеть военное поражение непосредственно на территории ведения военных действий. Вот эти санкции, они сработали или в этом тоже был какой-то недосмотр уже западных прогнозистов и силовиков? Ну, Александр, мы знаем об этом не так много, но конечно, у меня есть знакомые, есть члены моей семьи, которые живут в России, первое время казалось, что что-то сработало. Ну, ушли все западные компании. А все западные компании, в одном Макдональдсе в России работало около 70 тысяч человек. Ну, вот вы знаете, что Макдональдс опять открылся, и все отделения Макдональдса опять будут работать. Да, я помню это замечательное заведение, которое в моей годы молодости называлось «Кафе Лира» на Пушкинской площади, а потом оно стало Макдональдсом, если помните. Да, конечно, помню, конечно, помню. Но я тогда был студент, денег у меня было мало, в «Кафе Лира» я не заходил, а только смотрел как бы издали со стороны. Да, ну, там открылся первый Макдональдс. Но я к тому, что компания ушли, остались люди, им заплатили за три месяца. Вот практически ну, все компании в сфере обслуживания, они уже, по-моему, перекуплены русскими капиталистами. Что-то перекупить нельзя. Вот когда уходит там Тойота, предположим, или вино, то этот бизнес перекупить нельзя. Потому что котлету можно подготовить из российского мяса. А вот собрать какое-то там Рено без составляющей, которые приходят из Франции или из Японии, Тойота, это невозможно. Да, Александр, вопрос, нельзя заткнуть пробкой, которая не выросла ни то во Франции, ни то в Португалии. Ну, вот, да, в том-то и дело. Ну, даже можно сделать хамон. Между прочим, я как-то позвонил, спросил, а хамон есть? говорят, есть какой-то русский хамон. Я спрашиваю, а по вкусу? Ну, говорят, и по вкусу тоже, ну, примерно так же, как Биг Мак, но без Макдональдса. Вот, что-то можно сделать, но, да, и мне говорили о том, что какие-то вещи пропали, например, гречка пропала, выстроились очереди за сахаром, вот, какие-то еще вещи стали пропадать, вдруг в магазинах не стало холодильников, не стало стиральных машин и даже телевизоров, но вот это власть потерпеть не может, потому что главное средство политической мобилизации телевизор, но по прошествии трех месяцев, мне все говорят, все как было, примерно как раньше, полки забиты, все есть, все можно купить, цены росли, а потом вдруг они стали как бы приезжать, ну, смотрите, нормальный подход западного политолога и политтехнолога состоит в том, что, да, силами этих экономических сакций мы опрокинули эту страну, вернее, ее, значит, сбили с ног на колени, есть там нечего, пить нечего, заводы больше не производят ширпотреб, приняв ванну, нечем вытереться, и все это озлобляет население, и население начинает протестовать, и происходит то, что должно происходить, революция, или, я не знаю, контрреволюция, что угодно, но здесь мы видим другое, что это вызвало дикую волну ура-патриотизма, и рейтинг Путина еще больше поднялся. Ну, насчет рейтинга Путина я не уверен, насчет поддержки войны я абсолютно не уверен. Вот те меры, которые были приняты правительством, кстати сказать, правительство должно было поклониться первый раз в ноги российскому бизнесу. До этого Путин на него как-то смотрел пренебрежительно, презрительно, а вот теперь уже были объявлены меры, которые должны как-то способствовать развитию бизнеса в России. Ну, если в какой-то мере коллапс, крушение российской экономики может быть отсрочено, только это за счет выросшего на протяжении последних 30 лет довольно успешного русского капитализма. Ну, все ясно. То есть, это вопрос времени. Но, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю профессора Писарева за этот час нашего диалога. Благодарю вас, профессор, от имени нашей аудитории. Благодарю нашу аудиторию за то внимание, с которыми вы нас смотрели и слушали. И мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире. Всего хорошего. Редактор субтитров